Друзья, всем огромный привет! Сегодня мы с вами посмотрим польские мемы. Я считаю, что мемы вообще для понимания жизни и изучения языка очень важны. Так как я нахожусь в Польше и рассказываю про Польшу, смотрим польские мемы. Почему это важно? Потому что мы проникаемся атмосферой, мы понимаем то, с чего смеются люди. Мы понимаем какие-то новые слова, подчеркиваем. И сегодня мы с вами тоже подчеркнем пару прикольных слов, которых мы 100% не встретим в каждодневном общении и которое мы не слышим в таком деловом общении в магазине, либо при устройстве на работу. Это только для носителей, и некоторые даже носители, поляки, которым я показывал эти мемы, они тоже не были в курсе этих слов, поэтому это прям уникальные вещи. Вообще, в целом, в Польше с мемами какая-то проблема. Польских мемов осталось в интернете буквально на 3 дня, реально. То есть в основном подборки, которые считаются польскими хитами, там какая-то не смешная ерунда. Поэтому я для вас собрал лучшие мемчики из польского интернета, и сейчас вам их покажу. Если у вас есть какие-то любимые видосы типа Курва Боба, Бобр Курва, я пердолики бедле, этот видео уже все просто видели и все показывали, кому не лень, то обязательно оставляйте ссылочки в комментариях под этим видео, я буду пересматривать. Ну, и показываю свою подборочку. Сразу хочу предупредить людей, которые чувствительны к матам, каким-то непристойным выражениям и картинкам, не надо смотреть это видео, потому что это сугубо развлекательные видосы, и не все они, скажем так, благоприятного контента. Первый видос называется «Обстров Майты» и «Бута». Давайте смотреть, будем разбираться, что такое «Майты». «Ты, уберайся!» «Уберайся!» «Уберайся!» «Перпросу, muszę się вытрыть». «Co musisz zrobić?» «Утрыть, czyli уcieкам». «А на чуй сразь тут?» «Не сразь тут, просто обсрауłem себя в сподни». «Обсрауешься в сподни?» «На, ну, zobacz, ну, ку**». «На*****есь сэвпоры?» «Я». «А чему так сделали?» «Ну, ку**, я такую сраку достою». «Такую сраку достаете, что си осрауешь?» «Так». «Ку**, уберайся и выпи**далай стон». «Доброе». «Как ты, ку**, выглядишь?» «На чуй си до роботы не возьмешь?» «Осрауешь себе бута навет, ку**». «Так ci з дупы выjeбало?» «Так мне выjeбало». «Так ci выjeбало з дупы?» «Я так завтра miałem». «Завтра так miałeś?» «Да». «О, ты, ку**, засраńцу». «Я не знаю, мне стыдно, но смешно». «Просто очень, как мне». «Что происходит?» «Молодой человек пришел во двор к себе и видит, что во дворе какой-то бомж стоит без штанов». «Я подумал, что он там, собственно, гадит». «Я попытался его выгнать». «Есть парочку прикольных фраз, которые мне очень нравятся. Которые очень прикольные. Первое, это…» «Обсравимся в сподне». «Обсравимся в сподне». «Я думаю, никому не нужно переводить. Тут все понятно». «Ище в сподне». «Наебаешься в поры». «Наебаешься в поры». «Вот это прикольная фраза». То есть, это то же самое, что «обосраться в штаны» только так сленгово. «Навалить штаны». «Навалить штаны», но более грубая версия. «Очень прикольная фраза». «Я думаю, вы такую фразу нигде не услышите в обычной жизни, если вы не будете на месте этого человека». «Идем дальше». «Там еще была фраза». «О, ты, курва, засранец». «О, ты, курва, засранец». «О, ты, курва, засранец». «Вот эта фраза, засранец». Ну, то есть, засранец. В принципе, очень похоже на русский язык и также сближает. Но, в целом, думаю, перевод видеоролика не нужен, даже если у вас нулевое знание польского языка. Думаю, тут все понятно. Вот такой вот видосик. «Идем дальше». Следующее видео также из категории «За 300». «Парень снимает свои ноги на балконе». И смотрим, что происходит. «Прошу не валить коня». То есть, в чем ситуация? Стоит парень на балконе сверху и видит, что на этаже ниже какой-то парнишка с телефоном в руке и другой рукой в штанах. Что-то там делает. И вот делает замечание. «Прошу не валить коня». «Валить коня» означает по-русски «не мастурбировать». То есть, попрошу не мастурбировать. Так что, опять, еще одна фразочка. «Валить коня». «Прошу не валить коня». «Прошу не валить коня». «Прошу не валить коня». «Нестандартная». Смотрим. «Валить коня» Я не знаю, кто. Я бы был, чтобы помочь. Я не боюсь. А почему он не боится? Не есть он великолудом. Что значит на стуках walkи? Что значит? Что значит потравить. Что? Что значит потравить. Потравить он? Но что, стуки walkи? Не. О, курдэ. Матка единая. Что значит потравить? Что значит потравить. Я не хвалю себя, я мам талант. А ведущий тоже, конечно же, заслуживает отдельного внимания. Это... Еще раз включу вам. Матка единая. Матка единая. Это вы тратите? Все что значит потравить. О, курдэ. Матка единая. Ну, это еще первый раз мы смотрим похожее видео. Там будет еще одно видео с такой фразой. Там остановимся на ней поподробнее. Но фраза прикольная. Курдэ это как типа курва, но более мягкая. Можно говорить в любом месте. А матка единая. Ну, это все, конечно же, связано с религией и такая Польша как есть. Идем дальше. Следующий ролик. Ролик с курсов вождения, где инструктор объясняет ученику, как правильно делать маневры и как правильно вообще ездить. Смотрим, это вообще хит. Робимы на ронде заврацание. Заврацание? Ну. Такие трудные. Робимы заврацание? Ну. Ну. Спугалась. А керунковсказу не включаешь. Едь. Матка единая. Матка единая. Неа. Ну иди ошки. На правдэ. Неа. Неа. Ну, я иди ошки. А сливый дым. Ну. Идем до дому. Неа. 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 Идем, что случилось. Она повернула на лево не так, как это нужно было. Но реакция инструктора просто превосходная. Матка единая. Матка единая. Неа. Неа. Ну иди ошки. На правдэ. Неа. Матко едына, но едешь до дома, на правда, то сивый дым. Вот это, конечно, выражение, которое крепкое, мощное и полностью объясняет ситуацию. Опять же, матко едына, это уже был в предыдущем ролике, такая довольно-таки интересная емкая фраза, да, это, наверное, как, ну, как, боже мой, что-то примерно такого, да, хотя у них тоже можно сказать боже по-польски. А матко едына, то сивый дым, сивый дым, ну, то есть это просто какая-то глупость, что-то нелепость, что-то просто какой-то пиздец, сивый дым, но более мягко. Ребята, как-то вот так, вот такая вот полпадочка мемов от меня для вас прилетает, вместе учим польский язык по видосам и мемам. Если у вас есть какие-то ваши любимые мемы, конечно же, кроме Курва Бобер, прислайте обязательно в описании, посмотрим и, возможно, заснимем вторую часть, потому что я люблю все эти приколы и действительно это помогает, вот такие мощные фразы, которые помогают потом в повседневной жизни звучать как native, как настоящий поляк. Их можно узнать только из каких-то приколов, видосов, мемов, либо от поляков, получается так. Ребята, спасибо огромное, что смотрели видос до конца, ставьте лайки, не забывайте, пишите комментарии, ну и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и до скорых встреч, пока!